Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня в меню на обед овощной борщ с грибами. Такой борщ я часто готовлю в дни поста. Он получается очень вкусным! Для приготовления этого борща я подготовила продукты, которые вы видите на столе. Это нашинкованная капуста. У меня в этот раз совойская вместо белокочанной, так как совойская более нежная и мягкая. Готовится очень быстро. Картофель, морковь, свекла, шампиньоны. В этот раз у меня с коричневыми шляпками, они более ароматные. Сладкий перец разных цветов, томатная паста, луковица и небольшой пучок свежей петрушки. В кипящую, слегка подсоленную воду отправляю картофель, нарезанный небольшими кусочками. Буду варить картофель до готовности. Луковицу нарезаю мелким кубиком. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Когда лук станет прозрачным и слегка подзолотится, добавляю порезанные шампиньоны. Обжариваю грибы с луком в течение 5-7 минут до мягкости, пока грибы не выпустят сок. Периодически помешиваю, чтобы не пригорало. Вот грибы практически уже готовы. Перекладываю грибы в небольшую пиалочку и отставляю в сторону. Морковь и свёклу натираю на крупной тёрке. Буду обжаривать на той же сковороде, где обжаривала лук с грибами, без добавления растительного масла. Обжариваю морковь до мягкости. Затем добавляю свёклу. Обжариваю до мягкости свёклы. Сладкий перец нарезаю небольшими кусочками. Развожу кипятком томатную пасту. Выливаю в сковороду к овощам. Сюда же добавляю мелко порезанный перец. Всё вместе протушу в течение 7 минут под крышкой до готовности всех овощей. Картофель варился примерно 10-15 минут, стал мягким. В кастрюлю отправляю обжаренные с луком шампиньоны. Проварю в течение 2-3 минут. У меня готова овощная поджарка. Она тушилась в течение 7 минут под крышкой. Все овощи стали мягкими. Овощную поджарку добавляю в кастрюлю. И сразу же добавляю нашинкованную совойскую капусту. В этот раз я её заменила вместо белокочанной, так как у совойской более нежный вкус. Теперь по вкусу подсаливаю. Добавляю несколько горошин душистого перца. Лавровый лист. Сушеную молотую сладкую паприку. Приправу для борща. Как только всё буквально пару минут прокипит, накрою крышкой и дам борщу настояться. Борщ готов. Можно разливать по тарелкам и подавать к столу. Такой борщ получается очень вкусным, с большим количеством свежих овощей и грибов. Я часто готовлю такой борщ в дни поста. Даже если вы не собираетесь поститься, попробуйте приготовить этот борщ. Я думаю, он вам понравится. Также этот борщ можно назвать диетическим или вегетарианским. Приятного всем аппетита! Живите вкусно, друзья! Творите сами вкус своей жизни! Всем пока-пока! До новых рецептов!